Это местное время воскресенья в студии Ирины Николаева. Здравствуйте и в начале о главных темах выпуска. В техникумах и колледжах планируют возобновить очное обучение, а вот корпоративы в Чувашии отменяются. Нужно здесь усилить контроль над тем, чтобы все еще раз максимально, я так понял, да, Надежда Феофановна, внимание к тому, чтобы пресечь проведение различных массовых мероприятий. Контроль за соблюдением ограничений и работу по профилактике коронавируса обсудили на заседании оперштаба. Собственники квартир проблемного дома в микрорайоне Садовой после очередного потопа в подвале обратились к Владимиру Путину. Мы, жители этого дома, решаем эту проблему. Когда эту проблему, должны были решать власти города, принимая после строительства этот дом. Жители Чувашии могут напрямую задать вопрос президенту во время большой пресс-конференции. Развод по объявлению. Почти 150 миллионов рублей украли у чебоксарцев интернет-мошенники только за этот год. В столице республики поселились кабаны. Собака бежит мне навстречу, моя. И за ней бежит здоровенный кабан. Даже не знаю, как описать. Очень большой, килограмм, наверное, 200. Эксперты объяснили аномальное поведение диких животных и рассказали, как на них реагировать. Челлендж, который укрепил дружбу народов. Чувашские и грузинские певцы обменялись национальными песнями в соцсетях. Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от новогодних корпоративов. Ранее в Чувашии уже запретили отмечать праздники в ресторанах и кафе. Новогодние утренники в школах и детсадах пройдут, но без присутствия родителей и с соблюдением мер предосторожности. К тому же с понедельника среднеучебные заведения Чебоксар и Новочебоксарска вернутся к очному формату обучения. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса. И оно связано с тем, что количество болеющих студентов в СУЗах заметно сократилось. Студенты вернутся в аудитории на следующей неделе, но пары уже не будут такими, как прежде. Руководитель управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская предложила ввести в училищах, колледжах и техникумах масочный режим. Такая мера должна предотвратить вспышки заражения среди студентов и педагогов. Давайте тогда в протоколе отразим, что о необходимости к понедельнику подготовить изменения в указ. Надежда Феофанни, Роспотребнадзора подготовить дополнительные требования, при соблюдении которых тогда допускается переход к очному режиму. Эпидобстановка в регионе все еще напряженная, подчеркнули на оперштабе. Лидером по количеству зараженных остаются чебоксары. Хотя за последнюю неделю число ковидных больных в столице снизилось на 10%. Высокие показатели зараженности установлены в Шумерле и Красночитайском районе. В этих муниципалитетах отмечается рост за неделю в три раза, превышая среднереспубликанский показатель в 1,9 раза. Также в Янтиковском районе и городе АлатРа рост произошел на 12 и на 8% соответственно за неделю. Глав муниципалитетов, которые занимают первые строчки своеобразного ковидного антирейтинга, призвали к ответу. Они отчитали, что в магазинах и общественном транспорте постоянно проводится дезинфекция. А в местной прессе то и дело публикуют статьи, насколько коварна болезнь. В Янтиковском районе, например, о мерах профилактики заражения ковидом пишут даже на обратной стороне квитанции ЖКХ. Особый контроль сейчас. Понятно, что приближается период новогодних праздников. Нужно здесь усилить контроль над тем, чтобы все еще раз максимально, я так понял, надержали внимание к тому, чтобы пресечь проведение различных массовых мероприятий. Это очень важно. Татьяна Самсонова, Виктор Степанов, Вести Чувашия. В Минздраве Чувашии подробно разъяснили, каким образом врачи намерены за короткое время привить от коронавируса всех желающих. С подробностями Татьяна Иванова. Республика ждет первую партию вакцины от ковида. Начнут с врачей, педагогов и социальных работников. Тех, кто больше всего подвержен риску заражения. Прививочные кабинеты, организованные в Чебоксарах, Новочебоксарске, присоединятся и районы Чувашии. Алатарская центральная районная больница, Шумилинский межтридиальный центр, также Ядринская центральная районная больница и Канашский межтридиальный центр. В итоге на сегодняшний момент наши все медицинские организации готовы к массовой вакцинации от новой коронавирусной инфекции. С нового года начнут поступать и новые партии вакцин. Причем не только спутник ВИ. Еще две вакцины, которые также у нас регистрированы в России, это директорские вакцины и центр Чумакова, они проходят третью стадию клинического испытания. Минздрав предполагает, что желающих сделать прививку бесплатно и добровольно будет много. Поэтому создан оптимальный способ записаться на вакцинацию. У нас, вы все знаете, что есть единый центр 122 по коронавирусной инфекции. Он на сегодняшний момент проходит технические регламенты и практически уже начинает работать в круглосуточном режиме. Как только массовая вакцина поступит одна или две наших производителей, возможно, до трех производителей, житель Чувашьей республики может позвонить на телефон 122, назвать свою фамилию, имени, отчество, его контактный телефон, его возраст. Операторы колл-центра направят заявку в поликлинику по месту жительства. И уже потом, как только подойдет очередь, вызовут на вакцинацию. Татьяна Иванова, Михаил Солин, Юрий Марков, Вести Чувашия. Больше 3,5 миллиардов рублей будет направлено на капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Чувашии в ближайшие три года. Проект постановления был одобрен на заседании Кабинета министра в Доме правительства. В целях реализации республиканской программы капремонта многоквартирных домов министр строительства Чувашии представил на заседании Кабмина краткосрочный план на 2021-2023 годы. В рамках данного краткосрочного плана планируется провести капитальный ремонт общего имущества в 613 многоквартирных домах общей площадью 2 миллиона 132,2 тысячи 808 квадратных метров, в которых проживает 94 тысячи 222 человека. Общий объем финансирования данного краткосрочного плана составляет 3 миллиарда 579 миллионов 58 тысяч 359 рублей. Средства имеют целевое назначение и отправляются на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. Выделение финансовых средств из республиканского бюджета для реализации настоящего проекта не потребуется. Перечень многоквартирных домов, на ремонт которых будут направлены финансы, был сформирован на основе утвержденных муниципальных планов и протоколов общих собраний собственников помещений этих домов. Первый вице-премьер Чувашии поручил Минстрою донести до жителей республики в доступной форме подробную информацию о графике капремонта многоквартирных домов. Жители где могут увидеть, есть ли сегодня размещенная информация, чтобы каждый мог посмотреть, какие года его дом и так далее подпадает. Где это есть информация сегодня? Мы разместим их в краткосрочном плане, укажем. Вы подумайте, потому что краткосрочный план достаточно сложный, но так, чтобы было удобно. Также на заседании кабинета министров затронули тему формирования комфортной городской среды на территории республики. В этом году на эти цели было выделено больше миллиарда 200 миллионов рублей. При перераспределении средств за счет уменьшения лимитов Канашум они были увеличены бюджетом Вурнарского района и Шумерли. Сейчас там ведутся работы по благоустройству дворов и тротуаров. До 25 декабря программа должна быть выполнена. Ирина Ромадова, Семен Антонов, Вести Чебоксары. Жители Садового снова столкнулись с неприятностью. Подвалы домов затапливают канализационные стоки. По словам собственников квартир, эта проблема возникает регулярно с момента заселения. Однако многочисленные обращения в управляющую компанию и администрацию города результата не принесли. В чем причина неисправности и кто виновник большинства коммунальных бед микрорайона? Об этом в нашем сюжете. Вот теплоузел Дементьева 3, 5 подъезда. Он полностью в воде. Спасибо. Эти кадры старшая поддома Алена Николаева сняла на прошлой неделе. Отходы канализации в который раз затопили подвал. В 2015-м ее семья переехала в новый дом и с тех пор вынуждена решать коммунальные проблемы. Летом, конечно, открываем окна, щепру духи. Это как-то легче проветриваться, а зимой запах стоит неуносим. Трудности с канализацией возникают практически во всех домах микрорайона, отмечают собственники квартир. Особенно страдают многоэтажки, которые расположены в низине. Жители Садового не перестают обивать пороги кабинетов чиновников в надежде найти выход из в прямом смысле неприятной ситуации. Мы заходим в подъезд, а мы дышим канализацией. Мы проверяем подвалы, спускаемся в подвалы, мы дышим этим всем. Мы, жители этого дома, решаем эту проблему. Когда эту проблему должны были решать власти города, принимая после строительства этот дом. Один ответ от них, что застройщик СУОР не передал сети городу. А по какой причине, мы не знаем. Устав от потопа, жильцы обратились к главе республики через соцсети. Дозвонились на горячую линию городадминистрации. И в тот же вечер аварийные службы убрали нечистоты. Хотя раньше собственникам квартир по несколько дней приходилось ждать откачки воды. Подвал фактически не успевает просыхать. Как только забиваются уличные колодцы, стоки попадают в дом. Жильцов предупреждают не засорять канализацию. Не спасают заглушки и насосы. Уличные колодец засоряются. Через грунт вода попадает в подвал. В каждом подвале, то есть на каждом выпуске установлены обратные клапаны. Уличная вода через сами трубы не может попасть в подвал. Регулярный слив канализации в подвал может привести к серьезным последствиям, говорят представители управляющей компании. Здесь находится тепловой узел и шахта лифта. Если в результате затопления выйдет из строя дорогое оборудование, ремонтировать его придется за счет жильцов. Более того, из-за постоянной сырости может подмыть фундамент многоэтажки. Однако устранять причины бесперебойного затопления должен собственник сетей водоотведения, объясняет директор управляющей компании. Проблему засорения канализации уличной должен решать собственник этих канализационных сетей СУОР. Управляющая компания не должна решать, но так как мы не можем оставить дом без канализации, если уличные колодцы встали, два варианта, или потечет на улицу, или потечет в дом, нам приходится реагировать. Мы часто своими силами стараемся прочистить это, но не всегда получается. У нас нет спецтехники для этого, поэтому приходится вызывать водоканал. Столичные администрации подчеркивают, Садово – единственный микрорайон в городе, где все инженерные коммуникации принадлежат застройщику. Другие строительные компании по решению городского собрания депутатов безвозмездно передают сети муниципалитету. Однако застройщик Садового не намерен расставаться со своим имуществом. При этом тот же водоканал вынужден платить строительной фирме за пользование сетями. Застройщиком данных сетей водоотведения является ООО «СУОР». Данные организации сегодняшний день находятся на стадии банкротной процедуры. Данные сети введены в конкурсную массу, поэтому сегодняшний день только конкурсный управляющий может решить отчасти данные вопросы по содержанию эксплуатации системы водоотведения микрорайона Садовый. Микрорайон Садовый, в котором проживает порядка 20 тысяч горожан, лихорадит буквально каждый год. В 2018-м из-за долгов строительной компании за газ жители остались без горячей воды. Прошлой зимой людям приходилось добираться домой в кромешной темноте. Опять же, огромный долг заставил энергетиков пойти на крайние меры и отключить уличное освещение. В этом году, помимо проблем с канализацией, застройщик вновь заставил переживать собственников квартир. Перед началом отопительного сезона, без объяснения и согласования, строительная компания переподключила один из домов к соседней котельной. По этому факту прокуратура Ленинского района выявила нарушение. Действующая схема, типа снабжения города Чебоксара, она, естественно, утверждена. Она узаконена. Ее самовольное изменение является нарушением закона. То есть это первый момент. Второй момент хочу отметить, что подобное изменение, оно могло быть в соответствии со статьей 65-й жилищного кодекса, только с согласия собственников дома. То есть должно быть протокольное решение. По проблемной канализации назначена прокурорская проверка с привлечением специалистов. Чебоксарская администрация, в свою очередь, также проводит телеметрию, чтобы выяснить причины неисправности сетей водоотведения. Но пока в отношении с застройщиком ведется процедура банкротства, коммуникации на городской баланс можно передать только с согласия кредиторов, утверждают чиновники. Чтобы хоть как-то сдвинуть вопрос с мертвой точки, представители столичной администрации и прокуратуры до конца месяца планируют встретиться с конкурсным управляющим строительной компании. Ирина Николаева, Игорь Ульянов, Вести Чебоксары. Между тем, с просьбой помочь решить проблемы в Садовом, собственники квартир уже направили обращение к Владимиру Путину. На следующей неделе состоится большая ежегодная пресс-конференция президента. Жители Чувашии также могут активно отправлять свои сообщения. Вопросы к президенту принимают через специальный сайт «Москва Путину» и мобильное приложение с таким же названием. Проблемы можно озвучить как письменно, так и записав видеосообщение длительностью не больше одной минуты. Много вопросов поступает в связи с пандемией и вакцинацией, а также по поводу пенсии, ЖКХ и состояния дорог. Все чаще россияне озвучивают даже не вопросы, а конкретные предложения по решению проблемы, отмечают в Центре приема сообщений. В этом году общение с главой государства из-за пандемии пройдет в онлайн-формате и объединит пресс-конференцию для журналистов и прямую линию с жителями. Большой разговор с Владимиром Путиным состоится в ближайший четверг, 17 декабря, ровно в полдень. Прямую трансляцию покажут каналы «Россия-1» и «Россия-24». Вопросы, которые не прозвучат во время пресс-конференции, без внимания также не останутся. Обработкой всех обращений займутся волонтеры ОНФ. В прошлом году президенту поступило свыше 5000 обращений от жителей республики. Здравоохранение, экология, социальные вопросы, жилищно-коммунального хозяйства, дорожного строительства. То, что ближе и то, что волнует граждан, это вот именно большинство вопросов касается именно этих сфер. Чаще всего это вопросы, которые годами копятся. Это системные вопросы, проблемы, которые невозможно решить в короткие сроки. Но тут мы подключаем уже профильные ведомства, местные органы власти, и уже с ними детально прорабатываем эти вопросы. Многие вопросы удается решать благодаря средствам, выделяемым по национальным проектам. В Чебоксары прибыл первый новый троллейбус. Об этом на своей личной странице в Инстаграме сообщил глава городской администрации Алексей Ладыков. Всего республика закупила 68 низкопольных троллейбусов, 16 из них с увеличенным автономным ходом. Планируется, что новый общественный транспорт будет обслуживать не только жителей столицы, но и на Чебоксарском. Следующая поставка машин, а это еще 4 троллейбуса, ожидается в понедельник. Перед выходом на линию транспорт дезинфицируют и повторно проверят на технические характеристики. Средства на обновление парка около 1 миллиарда 200 тысяч рублей выделило правительство России. Контракт на поставку троллейбусов выиграл Уфимский завод. 148 миллионов рублей украли у чебоксарцев интернет-мошенники за этот год. Об этом рассказали в управлении МВД России по Чувашии. В среднем ежедневно в столице республики регистрируют по 7-8 IT-преступлений. Только в ноябре горожан обманули на 12 миллионов рублей. Жертвами мошенников становятся и молодежь, и пожилые люди. Чаще всего, по данным правоохранителей, на уловки попадаются жители с постоянным доходом. В общем числе пострадавших таких больше половины. Меньше звонкам с незнакомых номеров доверяют официально неработающие граждане. Еще реже пенсионеры. А вот самыми настороженными в Чебоксарах являются студенты, школьники и юрлица. Способы обмана людей постоянно меняются. От взлома соцсетей до предлогов заработка на бирже или получения кредита. Пока раскрыть удалось лишь три сотни правонарушений из больше чем двух тысяч. Как отмечают в управлении МВД по Чувашии, в борьбе с интернет-мошенниками важен комплексный подход. Привлечь к этой работе необходима общественность, представители власти и соцутреждений, а также волонтеров и СМИ. Одного из таких мошенников на днях задержали чувашский полицейский. Житель Пензы беседовал с потенциальными жертвами как мужским, так и женским голосами. А после общения с ним авторы объявлений лишались своих денег. Детали у Егора Алексеева. Алло, здравствуйте. Сергей? А я звоню вот по поводу объявлений насчет квартиры. Скажите, пожалуйста, вы сдаете? Менял голос и обещал перевести предоплату. 25-летний житель города Пензы находил потерпевших на популярных сайтах бесплатных объявлений в интернете. Кто продавал корову, кто сдавал квартиру, для опытного злоумышленника это не имело значения. Словно заговоренные телефонным собеседником, люди шли к ближайшему банкомату и выполняли его указания. В Чувашии мужчина подозревается в трех фактах обмана. На сумму порядка 80 тысяч рублей. Насчет коровы, то есть я звонил, получается, и звонил, то есть насчет квартиры. А в стаге проводили всех к банкомату? Да, к банкомату, то есть она подошла, то есть сняла, то есть ей отправили. А с отдельным раскаиваетесь? Да. А ущерб готовы погасить? Да, конечно. Сотрудники управления Голландородского была шлина служебная командировка в Пензенскую область, где данное лицо было установлено, задержано. В последующем вину данный гражданин признал в полном объеме, ущерб возмещен. В настоящее время проверяется его причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Чувашской Республики Российской Федерации. Чебоксарцы все чаще стали замечать на городских улицах кабанов. Видеокадры, на которых запечатлены парнокопытные, уже давно стали достоянием местных пабликов в интернете. Появление лесных гостей каждый раз вызывает живой отклик у горожан. В реальной же жизни встречи с диким животным – события не из приятных. С чем связана миграция парнокопытных? Надолго ли они прописались в Чебоксарах? И что делать, если встретились глазу на глаз с кабаном? Расскажет Вероника Павлова. Собака бежит мне навстречу, моя. И за ней бежит здоровенный кабан. Даже не знаю, как описать. Очень большой, я не знаю, килограмм, наверное, 200. Дмитрий Евдокимов и представить не мог, что обычная прогулка с собакой может обернуться встречей с диким животным. А враг между Садовым и Юго-Западным районом – довольно популярное место среди собачников. И то, что на этой протоптанной тропинке окажется кабан, мужчина даже не предполагал. А когда столкнулся нос к носу, со зверем сразу принялся спасаться бегством. Что мне делать? Я тоже разворачиваюсь быстрее и тоже убегаю. Собака моя бежит впервые меня. А это осталось. Говорит, стою. И он, говорит, за мной. Говорит, как стеганулся. Кабам, кабам. Я, говорит, упал. Телефон, короче, потерял. Галоша потерял. Прибежал, как сумасшедший домой. На следующее утро Дмитрий позвал к подкреплению, чтобы отыскать выроненный телефон. Смартфон нашли, вышли на след кабана. Местные проследили за отпечатками копыт на снегу и обнаружили любопытную находку – лежбище диких свиней. Изрядно помятая мягкая растительная ветошь свидетельствовала, что животные отдыхали здесь совсем недавно. Такую же еще одну лёжку мы находили в совершенно другом месте. Такая лёжка здесь не одна. Их здесь три или четыре даже. Жители частного сектора по улице Спартака рассказывают, первые так называемые звоночки поступили еще в прошлом месяце. Собаки стали чаще лаять по ночам. Горожане предположили, что в поисках пропитания дикие кабаны стали подступать ближе к людям. Следы от копыт стали замечать и на детской площадке. По рассказам людей, кабанам приглянулось это место вот из-за этих растений, это тафинамбура. Именно ими и лакомятся животные. Но, к сожалению, лишь этим местом кабаны не ограничились. Кабаны ходили здесь, вот тафинамбур кушали, вот к соседям заходили, яблоки кушали, морковь все около не трогали. Лесные гости становились новостью номер один для обсуждения в соцсетях в этом году не раз. Фотогеничное семейство частенько запечатлевали на телефон горожане. Что? Но потешаться над этими кадрами можно до тех пор, пока не встретишься с животным с глазу на глаз. Дмитрий Евдокимов рассказывает, что после того случая он начал смотреть на ситуацию иначе. А вот сейчас что-то уже стало страшновато немножко, потому что мало ли что, тут и с детьми как бы тут гуляем. Сейчас в последнее время людей предупреждаю, как бы аккуратнее, здесь у нас кабаны бегают. Специалисты Минприроды объяснили нашествие кабанов естественной миграцией. В Чебоксары-Парнокопытные забрели в поисках пища. В городских джунглях райских мест оказалось для них немало. В роще Гузовского, в Плакреевском лесу, там у нас произрастают дубравы, соответственно, желуди. И, видимо, свинья на дыбу нашла эти места и привела свое потомство. И потомство начало здесь появляться, в черте города. Они знают все эти места, они приходят, пищают их, кормятся. До прошлогодней зима задержала кабанов в городе. Глубина снежного покрова была такой, что животные спокойно могли передвигаться с места на место. К тому же не было сильных морозов, и шансы, что молодые поросята выживут, стали выше. Замминистр Минприроды Николай Косулин рассказал, что нередко жители сами приманивают диких зверей в город. Выбрасывают пищевые отходы в неположенных местах, а всеядные животные такому подарку и рады. Дикие звери обычно выходят кормиться в сумрачное время, поэтому попасться им на глаза практически невозможно. А если все-таки встреча произошла, специалисты советуют придерживаться простых, но действенных правил. Нужно остановиться, не делать резкие движения, не нужно махать ни руками, ни ногами. Просто остановиться, посмотреть за реакцией зверя, потому что звери сами стараются от человека. То есть отойти, не проявлять к нему агрессию. Если вы выгуливаете собак, подходите к кабанам, потому что кабаны реагируют на собаку. И, соответственно, собака бежит к хозяину, а кабан за собакой. И кажется, что есть агрессия стороны дикого кабана. Николай Косулин поделился, что за последние 15 лет он не припомнит, чтобы кабаны нападали на людей. Дикие звери могут проявить агрессию лишь в редких случаях. Например, если кабан ранен. Избегать стоит и самки, гуляющие с поросятами. В Минприроды рассказали, чтобы лесные свиньи не блуждали по городу в поисках пищи, а в лесу для них организовывают подкормочные площадки. Так животные дольше задерживаются на одном месте. Вопрос популяции диких кабанов находится на особом контроле региональной дирекции по охране животного мира. На охотничьих угодьях Чебоксарского района уже третий месяц ведутся работы по сокращению численности зверей. О кабанах, прописавшихся в Чебоксарах, специалисты просят горожан сообщать в профильное ведомство. Вероника Павлова, Владимир Синдеев, Вести Чуваша. В управляющие компании Чебоксар пожаловали Дед Мороз со Снегурочкой. Таким образом, представители компании «Энергосбыт плюс» решили поздравить своих партнеров, не имеющих долгов перед ними. Кого ожидал новогодний сюрприз в материале Лидии Галактионовой. Новогодних героев встретили также сказочной атмосферой. На площадке перед управляющей компанией можно увидеть немало интересного. Здесь не только неукоснительно соблюдают платежную дисциплину, но и вкладывают средства в благоустройство территории. Это нравится жителям, ответственный подход к своим обязанностям ценят и энергетики. Великого Устюга в Чебоксаре с подарками на помощникам к вам приехал. Производим начисления, собираем платежи, перечисляем средства ресурсникам, рассказывает директор Валерий Павлов. Подчеркивает, работают на совесть. Мы хотим поблагодарить директора управляющих компаний «Наследие и достояние» Валерия Аркадьевича за соблюдение платежной дисциплины, за стабильность и за то, что он является примером для других клиентов. Спасибо вам огромное, Владимир Павлович. Спасибо. Спасибо. С вами очень приятно сотрудничать и работать. А в УК Дома управления гостей встретила нарядная ёлочка. Столь раннего прихода Деда Мороза здесь не ожидали, но праздничные атрибутики позаботились. Поэтому новогодний подарок был очень кстати. Это очень приятно, получать такие подарки. Но это работа всего нашего коллектива, то, что в течение года мы все усиленно работали и с дебиторами, и с должниками нашими. Долгов у нас нет и по энергосбыту, и по отоплению долгов нет. Значит, постоянно вовремя рассчитываемся. Ну и со своей стороны Т-плюс, если что нам идёт, нам всегда на встречу. Третий адрес, куда направились энергетики – улица Гагарина, 31, где расположена управляющая компания «Маштехсервис». Здесь также плодотворно сотрудничают с ресурсниками. А предстоящий Новый год позволил пообщаться и в неформальной атмосфере. Образцовый клиент удостоился благодарности и презента. Спасибо, что пришли. Поздравили. Вы первые. Очень приятно. Пусть с нас начинается. Мы это повесим в рамочку, чтобы все видели. Список надёжных партнёров у энергетиков большой. Это не может не радовать. Отметить каждого призвана новогодняя акция. Не только «Энергосбыт плюс» занимается должниками, не только применяет меры воздействия к неплательщикам, но и отмечает наших законопослушных клиентов. И вот сегодня такая маленькая доля, это только часть тех мероприятий, которые мы запланировали, помимо всех других акций. Мы проезжаем по нашим управляющим компаниям в городе Чебоксары по самым-самым-самым законопослушным и поздравляем их, вручаем им благодарность. Мы торопились быть первыми, чтобы быть первыми, и чтобы именно с нас, с «Энергосбыт плюс» начался Новый год у людей и праздник. Так что добросовестным управляющим компаниям пора наряжать елочки. Дед Мороз обязательно заглянет. Лидия Галаксенова, Виктор Степанов, Вести Чувашия. В интернет-пространстве чувашских зрителей совсем недавно покорил ролик, где грузинская группа «Браво Метехи» исполняет чувашскую песню «Лети-лети, кукушка». И вот ответ от коллектива из нашей республики. Вокалисты ансамбля «Артикль» спели композицию из фильма «Мимино» на грузинском языке. Видео стремительно набирает популярность, а наши артисты – узнаваемость. С ними пообщалась Наталья Егорова. Любимая песня Андриана Николаева «Лети-лети, кукушка». Одна из самых известных чувашских народных песен пошла завоевывать интернет. У нее тысячи просмотров. Группа «Браво Метехи» часто делает каверы песен народов мира на разных языках, выкладывают на своем канале. И о лаверды грузинам. Там кукушка, а здесь так уж вышла птичка-невеличка. Об этом поется в песне, которую в ответ группе «Браво Метехи» выбрал наш вокальный проект «Артикль». Сулико решили не брать, слишком печально. А вот песни из фильма «Мимино» повеселее будет. Решили и сделали. Удивились, что на видео отреагировали так много зрителей. За 12 часов более 100 тысяч просмотров. То ли еще будет. Такая народная поговорка «Не было бы счастья, да несчастья, по-моему. Так вот, пандемия – это несчастье, но оно как нельзя кстати оказалось. То, что грузины нам прислали такое видео с красивейшей нашей песней, мы решили ответить. Мы рады, кстати, что благодаря пандемии есть такие вот челленджи, и можно так посотрудничать с коллективами. Выступление коллег из Грузии группе «Артикль» очень понравилось. У них в крови вот это вот многоголосие. Они пели шестиголосие, скорее пятиголосие. Где-то хороший строй, хороший ансамбль, хороший характер произведения. Преподали, но душевно. Грузия – это древняя вокальная традиция. Конечно, там у них своя природа голосов. Наши артисты чувашские песни тоже исполняют. Вообще у них в репертуаре множество композиций на разных языках. Коллективу «Артикль» уже четыре года. Стаж небольшой, но вокалисты уже успешно выступают и за пределами чувашии. Сейчас, правда, был вынужден и простой. А для профессиональных артистов отсутствие репетиций и концертов сказывается на голосе. Только недавно им удалось возобновить работу. Готовят новую программу. Обещают, она будет интересна всем. Вокалисты надеются, что в ближайшее время им удастся воплотить все планы и вернуться на сцену. Напоследок они подарили нам рождественское настроение. Связаться с группой «Браво Метехи» нам не удалось. Артисты очень активно гастролируют. Но они обещали приехать в Чувашию уже на следующей неделе. И у их поклонников республики появится возможность услышать грузинское многоголосие вживую. Наталья Егорова, Владимир Синдеев, Вести Чувашия. Такой запомнится эта неделя. Следите за событиями республики вместе с нами. Желаю вам хорошего дня и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok